Все больше людей стали уезжать из горячих точек и искать убежище в Казахстане. Только за один год, по данным Южно-Казахстанского бюро по правам человека, в комиссию миграционной полиции обратились почти 30 иностранцев. В основном это выходцы из Сирии, Афганистана и Украины. Но получить заветный документ для них оказалось делом непростым. Почему? Разбиралась Ирина Абрамова. Смотрим ее специальный репортаж. Моя бабушка, тетя. Тяжело, очень тяжело без них находиться. Тяжелых полгода Дарья Бакутина видит своих родных только на фотографиях. Вместе с супругом женщина приехала в Шимкент из Донецкой области. Точнее сбежала из эпицентра войны в надежде на помощь. Правда, в миграционной полиции, по словам гражданки Украины, в статусе беженца им отказали. Трудность в том, что мы не подходим под категорию. Что мы не преследуемся политически и религиозно, по каким-то другим взглядам. Но я считаю, что нас убивают там, то почему я не могу получить этот статус? Я не знаю, выйду я завтра со своего дома живу или не выйду. Свет нету, вода нету, газ нету. Ничего там нету. 15-летний гражданин Сирии Саэт Алшик тоже скрывается от войны. Подросток до сих пор помнит, как убивали его друзей и одноклассников. Калечили тех, кто отказывался служить. И на глазах разбомбили школу. Но вернуться к учебе в Казахстане парню не удается. Причина все та же. Город называется Рухаева. Там очень сильная война. Убьют маленьких ребенок. Там очень сильная война. Мы решили уйдать оттуда. Ездят бабы здесь. Не дали мне документы. Уже два года здесь. Мне вообще не дали документы. Я хотел в школу заходить. Вообще не дали. Подавали в суды. Нам тоже там отказали. Уже два суда были. Нам был отказ. Ребенок несовершеннолетний. Как нам объяснили здесь, его, мол, типа не выдворят. Говорят так. Единственный выход, который предложили семье сирийского подростка, это получить для него вид на жительство. Для этого на счету в банке должно лежать почти 2 миллиона 600 тысяч тенге. Юрист Бюро по правам человека Николай Тарара уверяет, это противозаконно. Причина отказа – отсутствие оснований для предоставления статуса беженца. Как гражданам Украины на настоящий день тот же самый отказ идет, так и гражданам Сирии. У нас были такие решения комиссии, когда они не отказывали, а рекомендовали обратиться с ходатайством к поставлению на постоянное место жительства, что является нарушением закона. Они не имели право выносить такое решение. По данным Южно-Казахстанского филиала Бюро по правам человека, в 2014 году за помощью в получении статуса беженца к ним обратились около 30 иностранцев, но получили заветный документ лишь единицы. Ирина Абрамова, Бахадар Тажибаев, Виталий Заянтинов, Севен Ньюз, Шымкент.